Он – основа и опора. В этом детском стихотворении, несмотря на возможное отсутствие высокого стиля, заложена главная мысль – позвоночник – это действительно наша опора. Он достаточно сложно устроен, объединяя в себе до 34 позвонков, соединенных с суставами, связками и межпозвоночными дисками. И выход из строя хотя бы одного из вышеперечисленных элементов может существенно осложнить жизнь. Но прежде чем углубиться в теорию вопроса, я предлагаю узнать, что в рамках озвученной уже темы интересует жителей нашего города. Как вы считаете, от чего у человека болит спина? Может, за то, что перетрудился, много сидящего образа жизни. Тяжелая работа. И надо двигаться. Жизнь – это движение, это жизнь. Так как вы считаете, почему у человека болит спина? Трудный вопрос, потому что все зависит от его образа жизни, во-первых. Во-вторых, насколько он загружен физически. Может, от удара. Может, просто свело спину. Я думаю, неправильно себя ведем изначально. Как только начали мы заниматься физическим трудом, вот эти наши сумки на бок. Это раз. Детство – сколиозы, не смотрим за детьми. Два. Тяжести неподъемные – это три. И, конечно, надо себя беречь в плане здоровья. И ноги беречь. И немножко физкультуркой заниматься. Чтобы ее как-то… Я так считаю. Ну, конечно, смотреть надо за собою. А сейчас самое время представить нашу сегодняшнюю гостью. Итак, знакомьтесь. Рождаева Наталья Владимировна. Врач-невролог, заместитель главного врача Гомельской центральной городской поликлиники. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Наталья Владимировна, первый вопрос будет достаточно банальный. Наверняка к вам, как неврологу, приходят люди с жалобами на боли в спине. Что стоит за этой жалобой? Да, действительно, Алексей. Очень часто ко мне и к моим коллегам приходят люди с жалобами на боль в спине. Боль – это признак дискомфорта, неблагополучия в организме, страдания какого-то органа. И при наличии жалоб на боль в спине, как правило, страдает опорно-двигательный аппарат. Это мышцы и связки позвоночника. А реже – это более серьезное поражение межпозвонкового диска, грыжи межпозвонкового диска. Это смещение тел позвонков один относительно другого, так называемый спондилолистез. Это остеопороз. Еще реже встречаются опухолевые и воспалительные заболевания позвоночника и спинного мозга. Ну а кроме того, боль в спине может быть признаком заболеваний внутренних органов. Легкие, желудок, поджелудочная железа, кишечник, почки, заболевания мочеполовой системы также могут проявляться болью в спине. Но они, как правило, имеют еще свои специфические признаки, которые позволяют их вовремя диагностировать и правильно пролечить. Ну, бытует такое мнение, что вообще остеохондроз, о котором мы сегодня говорим, это болезнь пожилых. Так ли это? На самом деле остеохондроз – это не болезнь. Это естественный процесс развития организма, такой же, как и появление мимических морщин. Остеохондроз – это процесс дистрофии, то есть нарушения питания хряща, в частности, межпозвонкового диска. Дело в том, что к определенному возрасту, это где-то к 30 годам, сосуды, которые находятся внутри позвонкового диска, исчезают. И питание хрящика этого межпозвонкового диска осуществляется за счет диффузии питательных веществ из окружающих тканей. Но, кроме того, мы, к сожалению, часто питаемся неправильно. Мы не употребляем в пищу хрящ в достаточном количестве. Но даже если мы будем грызть его в тоннами, он не усвоится в нашем желудке. Хрящ усваивается только в виде холодца, а его мы едим редко на Новый год, к Пасхе, но еще по случаю. Кроме того, одной из причин развития остеохондроза позвоночника является недостаточное количество выпиваемой жидкости. Поэтому к определенному возрасту позвоночник перестает справляться со своей нагрузкой. И хрящ начинает растрескиваться, истончаться. Пульпозное ядро, которое содержится в центре, через эти трещинки выпячивается, сдавливает нерв, сосуд и проявляется уже болевыми и другими симптомами. Ну а еще одной из причин развития остеохондроза позвоночника в более раннем возрасте является то, что мы очень мало двигаемся. Раньше бытовые условия способствовали тому, что человек каждый день должен был заниматься физическим трудом, достаточно интенсивным. Ну а нынешние комфортные бытовые условия как раз не способствуют данному процессу. И мышечная ткань, которая должна помогать позвоночнику справляться с ежедневной такой серьезной нагрузкой, она истончается за ненадобностью, дистрофируется, и позвоночник вынужден всю нагрузку брать на себя. Ведь посмотрите, даже наши дети с раннего возраста не играют в футбол, не бегают по двору, а в лучшем случае лежат на полу или на диване с планшетом и ноутбуком. Соответственно, это приводит к неправильному формированию и мышечной массы, и позвоночника, к раннему развитию сколиоза позвоночника, ну и к быстрому прогрессированию остеохондроза. Ну то есть мы можем в полной мере сказать, что действительно остеохондроз позвоночника помолодел в последнее время? Это абсолютно правда. Талия Владимировна, но не секрет, что чрезмерные физические нагрузки могут действительно приводить к формированию остеохондроза. А какие есть еще причины и факторы риска формирования остеохондроза? Факторов риска для возникновения проявления остеохондроза их на самом деле достаточно много. Во-первых, это наследственная предрасположенность. Во-вторых, это ожирение. Лишний вес, он неправильно распределяет нагрузку на позвоночные сегменты, что также приводит к возникновению боли. Это недостаточное употребление жидкости, о чем мы уже говорили. Это малоподвижный образ жизни. Это длительное нахождение в неудобной позе, когда также неравномерно распределяется нагрузка на позвоночник и на окружающие его мышцы. Это ношение каблуков, когда стопа выключается из процесса амортизации и дополнительную нагрузку должен на себя брать позвоночник. Это длительное нахождение неудобной позе вследствие профессиональных нагрузок, как у врачей-стоматологов, парикмахеров, как у рабочих на станках. Это постоянный подъем тяжести, либо постоянные наклоны туловища. Все это приводит к прогрессированию остеохондроза и возникновению его в наиболее раннем возрасте. То есть, по большому счету, можно сказать, что современная жизнь является фактором риска формирования остеохондроза. Вы абсолютно правы. Современная жизнь, в том числе постоянные наши стрессы, которые не дают мышцам спины расслабиться, повышают чувствительность организма к боли, приводят к тому, что остеохондроз проявляет себя достаточно рано. Наталья Владимировна, а расскажите, пожалуйста, о видах остеохондроза. Остеохондроз, как мы уже решили, это единый процесс, который затрагивает все его отделы. Поэтому, как таковой, классификации остеохондроза не существует. Однако и клиницисты, и рентгенологи, мы классифицируем остеохондроз по его проявлениям, по уровню поражения. Мы выделяем проявления шейного остеохондроза позвоночника, грудного остеохондроза и поясничного остеохондроза позвоночника. Понятно, что, как любой патологический процесс, остеохондроз проходит какие-то стадии. И эти стадии проявляются какими-то клиническими проявлениями. Расскажите подробнее об этом. Вы абсолютно правы. Выделяем мы несколько стадий развития остеохондроза. И первая, доклиническая стадия, которая не проявляется ни болью, но вообще человек чувствует себя здоровым. Однако при обследовании даже каком-то случайном выявляются признаки поражения межпозвонкового диска Либо самого позвоночника Следующая стадия, это уже стадия начальных клинических проявлений И проявляется она, как правило, болью Боль эта носит такой локальный характер Распространяется только в одном каком-то сегменте И достаточно быстро проходит Как правило, на этой стадии люди к нам за медицинской помощью не обращаются Следующая стадия при прогрессировании позвоночника Проявляется тем, что боль из места возникновения уже начинает иррадиировать То есть распространяться по ходу нервного корешка Если процесс касается шейного отдела позвоночника То боль распространяется в руку А также могут возникать головные боли Если процесс локализуется в грудном отделе То боль может симулировать или имитировать Боль в области сердца, желудка И в таких случаях мы в первую очередь, конечно, исключаем Эту более опасную патологию Если процесс локализуется на поясничном уровне То боль отдает в ногу И человек жалуется на нарушение походки Третья стадия развития остеохондроза позвоночника Когда страдает уже нервный корешок И на этой стадии к боли присоединяется Появляется онемение в зоне иннервации данного нерва И появляется угнетение рефлекса Либо даже возникновение слабости в руке и ноге Четвертая стадия развития остеохондроза позвоночника Связана уже с сосудистыми нарушениями То есть нарушается питание нервного корешка Это очень опасная стадия Которая проявляется именно слабостью в конечностях Как правило это уровень затрагивает поясничный отдел позвоночника Появляется боль исчезает на этой стадии И появляется слабость в ноге Стало вроде бы легче Боль не болит Но тем не менее человек не может встать на ногу Потому что она шлепает Это очень опасный этап Когда требуется вмешательство уже даже нейрохирурга Не секрет, что на самом деле Большинство наших сограждан предпочитает Лечиться народными средствами Или каким-то образом просто заглушать боль При появлении каких симптомов Обязательно и немедленно нужно обращаться к врачу? Ну во-первых Необходимо обращаться к врачу Вот уже на поздних стадиях Когда вдруг к боли присоединилось онемение Либо появилась слабость в конечностях Это необходимо обратиться к врачу немедленно Ну еще обратить на себя внимание необходимо Если боль появляется в положении лежа И она не проходит после отдыха Если боль появляется ночью Если боль сопровождается повышением температуры тела Если боль длительная и локализуется В одном и том же сегменте позвоночника В данных случаях необходимо обращаться к врачу Если же боль возникает эпизодически То безусловно лучше проконсультироваться Чтобы знать как себя вести в дальнейшем С данной проблемой Дарья Владимировна, ну а какие существуют методы диагностики Остеохондроза позвоночника С методами диагностики вам поможет разобраться лечащий доктор И обратиться необходимо Либо к врачу-неврологу, либо к врачу-терапевту Как мы уже раньше говорили Боль в спине может быть связана с заболеваниями внутренних органов И задача врача-терапевта В первую очередь исключить поражение внутренних органов Поскольку остеохондроз никак не угрожает жизни и здоровью человека Да, неприятно, но угрозы для жизни нет Поэтому врач-терапевт назначит общеклинические исследования Анализ крови, анализ мочи, биохимический анализ крови На содержание в том числе воспалительных каких-то факторов Либо уровня кальция в крови Врач-невролог осмотрит человека Ощупает мышцы Увидит состояние того или иного сегмента позвоночника И уже в дальнейшем направит на дообследование Которое нам необходимо для установления стадии остеохондроза Дообследование – это рентгеновские снимки Они могут выполняться в разных проекциях В прямой, боковой проекции Этого достаточно для того, чтобы уже установить стадию процесса Если процесс касается шейного отдела позвоночника То может понадобиться дополнительные снимочки В положении максимального сгибания и разгибания Данный вид рентгенографии Позволяет исключить наличие повышенной подвижности позвонков Один относительно другого Что достаточно часто встречается на шейном уровне И может быть причиной для возникновения головокружений Поскольку смещение позвонков один относительно другого Вызывает натяжение позвоночной артерии Которая идет в поперечных отростках шейных позвонков И приводит к нарушению кровообращения в вестибулярном аппарате Если же стадия развития остеохондроза достаточно выраженная То есть вторая, третья стадия И необходимо исключить грыжу межпозвонкового диска То врач назначит проведение либо компьютерной томографии Позвоночного отдела позвоночника Либо проведение магнитно-резонансной томографии Кроме того, в диагностике нам помогают такие вспомогательные методы Как электронейромиография Которая за счет диагностики именно поражение нерва Определяет на каком уровне он поврежден На уровне самого нерва На уровне позвоночника Либо даже на уровне головного мозга Наталья Владимировна, понятно, что лечение при остеохондрозе Конечно, должен назначать врач Но даже если вспомнить замечательный фильм «Белый роз» Помните эпизод, когда грели кирпич в печи Наверняка существуют какие-то методы помощи при остеохондрозе в домашних условиях Безусловно, Алексей, существуют методы помощи в домашних условиях Но мы уже с вами говорили Причина боли в спине, она у каждого своя И для того, чтобы назначить лечение, человека необходимо обследовать И назначить лечение в любом случае должен именно доктор Если причина у человека установлена То его лечащий врач обязательно расскажет, как себя ввести в случае обострения И назначит в том числе и профилактическое лечение Ну то есть, грубо говоря, кирпич нагретый в печи не всем поможет Безусловно, поможет не всем И вряд ли будет таким эффективным, как в фильме Наталья Владимировна, ну а скажите Можно ли вообще предупредить остеохондроз? И как это сделать? Ну, если бы мы могли ходить на четвереньках То наверняка это был бы самый эффективный способ Предупреждения развития остеохондроза То есть вы хотите сказать, что у кошек и собак остеохондроза не бывает? Не бывает Позвоночник всех млекопитающих Он предназначен для того, чтобы ходить на четвереньках Так как мы стали на ноги, нагрузка на позвоночник распределяется неправильная Живем мы достаточно длительно Хрящик за нами не успевает развиваться и сохраняться в таких условиях Поэтому мы болеем остеохондрозом позвоночника Но чтобы предотвратить развитие, прогрессирование остеохондроза Необходимо придерживаться простых правил Ну, мы уже говорили Необходимо употреблять достаточное количество жидкости в течение дня Второе, это необходимо заниматься физическими нагрузками Лучше всего для этого подходит плавание в бассейне Когда укрепляются именно мышцы спины А нагрузка на позвоночник равна нулю Йога, так как перерастяжение мышц во время упражнений йоги Способствует тому, чтобы они также укреплялись Все суставы, связочки становились на место Кроме того, необходимо заниматься детьми, наверное, самого раннего возраста Родителям необходимо следить, чтобы дети правильно сидели За письменным столом во время выполнения уроков Достаточно двигались, занимались различными видами спорта Укрепляли свою мышечную массу Необходимо следить за своим питанием Дабы оно не приводило к ожирению и неправильному распределению нагрузки на позвоночник Необходимо избегать стрессов, чаще расслабляться Ну и конечно же, нужно обязательно попробовать холодец Обязательно, да Наталья Владимировна, ну и в конце нашей программы Может быть несколько простых советов Как все-таки сохранить свой позвоночник здоровым? Для того, чтобы позвоночник не доставлял беспокойства Необходимо, конечно, уделять ему некоторое внимание И в первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы комфортно позвоночник отдыхал в течение ночи Для этого мы рекомендуем достаточно упругий, жесткий матрас Который не будет приводить к тому, чтобы позвонки, суставчики, связочки смещались относительно друг друга И ущемлялись, и производили какой-то дискомфорт Кроме того, по утрам необходимо ежедневно делать зарядку То же самое, как и при йоге Перерастяжение мышц, суставов, связок Приводит к тому, что они становятся на место И наш позвоночник готов к ежедневным нагрузкам, которые выпадают на его долю В течение дня, если вы работаете в какой-то неудобной позе Желательно каждые хотя бы минут 30-40 изменить это положение неудобное Размяться, подтянуться, сделать какие-то элементарные упражнения Если же работа связана с постоянным подъемом тяжести То необходимо использовать вспомогательные приборы Вот корсеты, есть специальные ортопедические корсеты, полужесткие Да, в них несколько дискомфортно Но они перераспределяют нагрузку, допустим, с поясничного отдела позвоночника Выше-ниже, и также на мышцы пресса И позволяют тому позвоночнику справляться с данными нагрузками Ну, а также необходимо плавать в бассейне Употреблять в пищу холодец Ежели не позволяет масса тела регулярно употреблять холодец То существуют лекарственные препараты Которые вам обязательно назначит врач, укрепляющий как раз суставы Избегайте стрессов Старайтесь максимально расслабляться Старайтесь употреблять много жидкости Не менее 2 литров за день Ну и всегда иметь хорошее настроение Ведь хорошее настроение – это признак гармонии в организме Ну что ж, Наталья Владимировна, спасибо за такие замечательные советы Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Наталья Владимировна Рождаева Врач-невролог, заместитель главного врача Гомельской центральной городской поликлиники И говорили мы об остеохондрозе Ну а я вам желаю только одного Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра И до новых встреч в программе «Диалог о здоровье» Редактор субтитров А.Семкин